Институтская среда меня очень сильно расслабила. Когда целых пять лет вокруг тебя люди, которые либо студенты, либо преподаватели, создаётся ощущение, что весь мир вокруг тебя только тем и занят, что жадно стремится к знаниям. Ты при этом краем мозга понимаешь, что где-то там далеко существуют таинственные ПТУшники, которые по каким-то понятным только им причинам не пошли в 10 класс. Но это такое, это скорее исключение из правил. Весь мир живёт по моим, по институтским законам. Возвращение из этой идиллии в реальную жизнь у меня произошло достаточно резко. Я затянулся дипломом, защитил его 5 декабря. А 7 декабря рано утром я уже был лысый и в военной форме. Ну, в те годы как-то служить было немодно, и всех моих ровесников врачи нашли какие-то жутчайшие болезни, причём недорого. Но я ничуть не жалею. Этот год научил меня многому. Во-первых, я увидел, что ПТУшники — это никакая не фантазия, это вполне реальные люди, и их намного больше, чем нас в институтских. Я с удивлением узнал, что есть люди, которые не смогли закончить ПТУ, и даже такие, которые не смогли туда поступить. И самым ярким впечатлением этого года для меня стал один солдат Миша Горин. Хочу уделить ему несколько минут нашего шоу. На мой взгляд, он этого безусловно заслуживает. Возможно, изначально фамилия Горин происходила от слова «гора», но что касается Миши, оно однозначно было от слова «горе». Он был родом из какого-то малюсенького села, ему до школы нужно было ходить несколько километров, и где-то в районе четвертого класса его папа, мудрейший человек, принял решение, что хватит его сыну зря топтать ботинки, пусть лучше помогает дому по хозяйству. И вот с четвертого класса лет до 20 Миша Горин покорно занимался тем, что летом запасал провизию, а зимой ее потреблял. То есть, ну, развивался. В конце концов, работники военкомата откопали в богатом сельском черноземе этот самородок и в первозданном виде доставили его на службу отечеству. Кто служил, знает, что поначалу молодых держат отдельно от основных сил. В так называемом карантине или учебном сборе я его называл учебный сброд, потому что такое количество совершенно разных людей я никогда в жизни не встречал. Единственное, что нас всех хоть как-то объединял, это испуганные лица и форма не по размеру. Вообще, в армейской форме есть всего два размера, чтобы вы знали. Это мало и велико. Третьего просто не дано. Понятно, что в таких условиях новобранец Горин проявил себя не сразу. И заметили мы его где-то недели через две, когда весь наш сброд в полном составе маршировал на плацу. В 30-ти градусный мороз мы готовились к присяге. В армии есть такой психологический прием. Коллективное воспитание. Это, знаете, когда у кого-то одного что-то не получается, все остальные должны повторять это вместе с ним до тех пор, пока он не отточит свое мастерство. Главное свое действие этот прием имеет не во время применения, а вечером, когда офицеры покидают часть, и этот несчастный остается наедине с теми, кто весь день помогал ему научиться в данном случае маршировать. Так вот, в первый день строевой подготовки Миша Горин привлек к себе внимание тем, что упорно не знал, где право, где лево. Да, и даже после того, как старшина целых 4 часа заставлял весь наш взвод вместе с ним отрабатывать эти сложнейшие команды, Миша их все равно не запомнил. А вот Мишу запомнили все. И когда я ночью проснулся, Мишина кровать стояла в туалете вертикально, на спинке. Хозяин кровати был привязан к ней тремя ремнями, придвинут к стене. На плитке перед носом Миши маркером было написано всего два слова. Левое и правое, и две стрелочки. Ночь прошла, Миша выспался. И на следующее утро его было просто не узнать. Он буквально читал мысли старшины и поворачивался туда, куда нужно, даже раньше, чем тот успевал закончить команду. Но не успели мы расслабиться, нас ждал еще один сюрприз. Выяснилось, что когда мы в первый день получали в каптерке обмундирование, Миша попросил себе сапоги 42-го размера. Просто перед ним кто-то брал 42-й, и Миша решил, раз берут, видимо, неплохой. Старшина так на глаз, на всякий случай, дал ему 43-й, но выяснилось, что, несмотря на невысокий рост, у Миши нога минимум 45-го. И естественно, что за две недели бега, прыга и марширования в сапогах на два размера меньше, от ног у него мало что осталось. А со строевой службы старшина Мишу снял, перебыл его в тапочки. И он несколько дней просто жил в казарме, мыл там полы, носил сержантам батоны. Батоны из столовой. В общем, как мог, защищал Родину. Как я уже говорил, нас молодых держали отдельно. И самым страшным из офицеров был командир нашего учебного сброда, в зване аж целый старший лейтенант. А тут вдруг на выходных к нам приехал сам командир полка, чтобы лично провести занятие на тему рота в наступлении. Когда он зашел в казарму, первый, кто попался ему на глазах, естественно, был наш счастливчик, который в тапочках нес поливать цветок. Ну, Миша просто не нашел кружку, а приказ надо было выполнять, и поэтому брал цветы по одному, носил их, поливал из-под крана. При виде полковника рядовой Горин ограничился скупым. Здрасте! И шаркой, тапочками продолжил свой маршрут, да. Полковник от такой боеготовности, как говорят в армии, очень удивился, да. Вызвал старшину, отымел его по полной. Мишу обули обратно в сапоги, и весь наш сброд в полном составе вышел на тактические учения. Атаковать мы должны были какое-то небольшое село в километрах в пяти отчасти. Вышли туда на лыжах в полном боевом снаряжении. Бронежилеты, каски, лопаты и какие-то противогазы. Ну, командос просто, да. Еще такие ребята. И добрались до места. Всем руководил лично полковник. Старшина, зная Мишу, он понимал, что во время атаки главный враг будет не в деревне, а среди нас. Поэтому он проявил настоящую солдатскую смекалку. Он дал Мише ответственное задание. Пока мы будем наступать, он будет охранять лыжи. В общем, Миша держит тыл, мы на острие. Рота в наступлении – это страшная сила. Мы бежали цепью, как в кино про Первую мировую, да. По команде падали, пытались встать. Был наст, внизу было где-то полтора метра мягкого снега. Мы проваливались через каждый метр. В общем, если бы ту деревню охранял хотя бы один сторож с охотничьим ружьем, наша лихая атака захлебнулась бы в крови, конечно. За полчаса валяния в снегу мы прошли от силы третье расстояние, и жители уже начали терять интерес к нашему штурму. И потихоньку разошлись по домам. Полковник принял это как капитуляцию, дал команду отходить, мы вернулись к лыжам. Миша, на удивление, все их сохранил. И мы на них вернулись обратно в часть, начинаем сдавать снаряжение. Вот все есть, нет одного противогаза. Ну, догадайтесь, кто его потерял? 80 человек, 40 минут, кувыркались в снегу, валялись, падали, ползали, а один стоял в стороне возле лыж и потерял противогаз. Естественно, что полковник не мог закрыть глаза на утерю такого важного элемента обороноспособности государства, и он построил нас всех, дал команду смирно и отправил старшину на поиски противогаза. Старшина 40 лет, какие-то награды у него, он бежал по снегу туда, искал Мишин противогаз, слава богу, нашел, или может купил где, я не знаю, вернулся, по всем правилам сдал его в оружейку, полковник уехал в часть, полковник уехал, а вот тишина осталась, и в этой полной тишине громче всех молчал Миша Горин. Старшина молча подошел обратно к оружейной комнате, снова открыл дверь, нашел Мишин противогаза, он помнил, где лежит, Мишин противогаз. И до самого отбоя, на все занятия, на все построения, рядовой Горин ходил в противогазе. Житков, я, Петров, я, Горин. Я благодарен Миши Горину, хотя бы за то, что теперь есть о нем рассказ, и этот год уже прошел не зря, он чему-то меня научил, и наверняка мы его тоже чему-то научили. И он даст своему ребенку доучиться хотя бы до шестого класса. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok